Мир вам, друзья! Иногда приходится цитировать небиблейские тексты, для того, чтобы на этом фоне библейские истины для нас показались интересными и спасительными. Одна из песен, которую я не советую слушать, но она звучала довольно часто, наверное, лет 30-35 назад. Эта песня называлась «Всё идёт по плану». Я вам скажу, жуткая вещь, жуткая вещь. Люди поют в таком, знаете, стиле анархистском «Всё идёт по плану». Вопрос, чей это план и как оно идёт? Оно идёт всё хуже и хуже, но люди продолжают петь «Всё идёт по плану». Люди разрушают свою жизнь, люди умирают страшной смертью, но оставляют следующим поколением песню, которая называется «Всё идёт по плану». Куда привёл тебя твой план? Как ты прожил свою жизнь и чем ты её закончил? Если задуматься, становится страшно. Вот жизнь большинства людей идёт по их собственному плану, разрушительному, самоубийственному плану. И в то же время Бог предлагает людям свой план спасительный, прекрасный. Он предлагает им свою волю. И люди игнорируют его и идут дальше своим путём, по плану, разрушая, продолжая уничтожать свою жизнь. Сегодня я хочу говорить об очень простом смысле того, что мы будем делать, совершать, как заповедь Господню. Вечеря Господня о том, чтобы мы приняли Божий план. Приняли, да? Сегодня многие из сидящих в зале будут протягивать руку. Не все. Я хочу подчеркнуть, это заповедь только для членов семьи, только для тех, кто уже не по своему плану живёт, а по Божьему плану. И в знак того, что они живут по Божьему плану, они протягивают руку, принимая от Бога. Посмотрите, они принимают. Они не сами что-то делают, но они принимают от Бога то, что Он им даёт. План волю Божию для своей жизни. Простой смысл, но такой важный для нашей жизни. Нам иногда нужно перестать петь песни и жить по своему плану. Нам нужно принять Божий план. И тогда наша жизнь приобретает совершенно другое направление, совершенно другой смысл. Так вот, возвращаясь к теме «принять», представьте себе безвыходную ситуацию, в которой вся надежда только на чудо. Вы уже попробовали, и всё, что можно, не работает. И вы отказываетесь, тем не менее, принимать чудо. То есть вам предлагают спасение, но это спасение не по вашим представлениям, не по вашим схемам. Вы бы никогда об этом не додумались, и оно выглядит странно, прямо-таки чудесно. Но вы отказываетесь почему? По одной простой причине. Потому что чудес не бывает. Вы привыкли контролировать всё в своей жизни. И даже если жизнь идёт под откос, и даже если всё становится только хуже, то вам нравится эта песня, всё идёт по плану. Потому что эту песню вы исполняете. Потому что вы певец своей жизни, вы солист своей жизни, вы автор своей жизни. Вам это нравится? Большинству людей нравится то, что они солисты, они певцы, они исполнители, они творцы, они хозяева своей жизни. И они видят, как становится всё только хуже и хуже, и всё равно продолжают отчаянно этот концерт, концерт своей жизни, идя стремительно к своему концу. И вот Бог предлагает нам своё чудо. И надежда только на него. Вы откажетесь? Вы откажетесь только потому, что это не по-вашему? Вы откажетесь только потому, что чудес не бывает, и вы хотите сами всё контролировать? Вы откажетесь от своего спасения? Вы откажетесь от полноценной жизни с избытком? Друзья мои, очень простое слово – принять. Но это то, что однажды каждый из нас должен сделать в своей жизни. Принять Божью волю, Божий план для себя. Самое главное, что каждый человек однажды должен сделать для своего спасения и для своей жизни с избытком – довериться Богу и принять Его волю. В моей жизни не раз случались ситуации, когда нужно было подчиниться кому-то, просто подчиниться ради моего же собственного блага. Сложить в себя полномочия, сложить командование, просто опустить руки, которые привыкли всё держать под контролем, которые привыкли рулить, которые привыкли направлять куда-то ход своей жизни. Так вот, ради моего же собственного блага мне приходилось просто сложить в себя командование и довериться тем, кто знал, что делать. В большинстве таких случаев я охотно принимал руководство тех, кто знал, где выход из ситуации, куда идти, потому что я уже не знал, куда идти. Я мог посмотреть этим людям в глаза, и обычно, когда ты смотришь в глаза, ты можешь убедиться, что этот человек знает, что делать. Возможно, вы сталкивались с врачами, которые вас возвращали к жизни, или сталкивались с полицейскими, которые могли защитить вас. Вам нужен был кто-то, кто знает, что делать в критической ситуации. Обычно я интересуюсь образованием и опытом у таких людей, а также рекомендациями и характеристиками. Может быть, они уже кому-то помогли, они спасли кого-то и теперь могут помочь мне. И все же я хочу сказать, я не раз ошибался. Хорошие планы людей не всегда сбывались, и обещания не всегда выполнялись. Когда вы видите человека, который смотрит вам в глаза уверенно и говорит, я могу это сделать, я могу помочь тебе, я знаю, что делать. Не всегда будет так, как человек говорит. Есть поразительно интересные люди. Они самоуверенные и в то же время они некомпетентные. Они внушают доверие своим видом, своими словами, своим поведением. Но когда ты присматриваешься, ты понимаешь, они и себе помочь не могут. Это просто хорошие актеры. Так с людьми. А как быть с Богом? Подумайте вот о чем. Если Он создал нас, то Он имеет свой оригинальный замысел, дизайн для нашей жизни, свой план для нашей жизни. Если Он отдал Своего Сына ради нашего спасения, то Он может позаботиться и о дальнейшей нашей жизни. Он может все, потому что от сотворения и до последней точки в истории мира Он все контролирует, и у Него есть этот план. Бог имеет для всех нас лучший из возможных планов, и Он в силе исполнить этот план. Проблема на нашей стороне. На стороне людей, которые не хотят принять Божий план. Мы не спешим принять Божью волю и постоянно спорим с Богом, выторговывая для себя разные уступки, поблажки, отвоевывая права, отказываясь от обязанностей. Мы постоянно Богу говорим, вот это я не должен делать, а это ты мне должен дать. То есть я ничего не должен, ты мне должен все. Ну а если я вдруг поступаю не так, то ты же добрый, ты мне простишь, на это глаза закроешь. Мы постоянно торгуемся с Богом, мы постоянно жалуемся на Его высокие требования, и мы оправдываем свои бесконечные ошибки, лень, пренебрежение, неуважение. Я еще раз хочу повторить свою мысль. Наша проблема в том, что вместо послушного принятия и исполнения Божьей воли, мы на протяжении жизни спорим с Богом, пытаясь подправить, исправить, изменить Его волю, изменить Божий план по своим капризам, заставить Бога, вынудить Бога, уговорить Бога действовать по нашему плану. Вы представляете, какая ужасающая ошибка, наивность, детский каприз, но на самом деле греховная воля стоит за этим, когда мы Богу пытаемся сказать, ты, конечно, можешь сделать, чтобы у меня все было хорошо, но давай сделаем это по-моему, давай это сделаем так, чтобы минимум было неприятностей, трудностей, страданий, испытаний, чтобы все было по-моему. То есть мы руками Бога, с помощью Бога пытаемся реализовать свой план. Друзья мои, так не работает, так не работает. Бог может спасти нас, Бог может устроить нашу жизнь, Бог может преобразить все к лучшему, но в соответствии со своим планом. И Бог терпеливо ждет нашего смирения и согласия, предлагая нам свой план, свою волю, свою жизнь. Лучше всего это предложение Божье, видно в событии Вечери Господней. Вот то, что вы видите сегодня на столе, это Божье предложение. И то, что мы можем сделать в ответ на это предложение, обозначается одним словом – принять. Это если вы хотите, если вы готовы, или отвергнуть, или не принять. Вот все, что вы можете сделать, принять или не принять, но Бог предлагает нам свой план. И это единственный, это самый лучший из возможных планов. Другого нет. И если ты не принимаешь его сегодня, если ты не принимаешь новую жизнь, благодать из рук Божьих, то ты остаешься со своим планом. И ты продолжаешь гробить, уничтожать свою жизнь. Ты продолжаешь убивать, разрушать себя. Посмотрите, на столе чаша с вином и хлеб. Для всех одно простое меню. Я заметил за собой, что с годами я все больше ценю простые вещи. Самые простые. Самые простые вещи. А оказывается, они самые важные. Это и все, что нам нужно. Так вот, здесь простое меню. И нас никто не заставляет принимать это предложение благодати. Оно доступно. Ты можешь принять, можешь не принять. Но Господь свое слово сказал. Он отдал своего сына. Он отдал себя за тебя. И его предложение остается в силе. И другого предложения не будет. И ты можешь принять или не принять. Кто готов, тот протягивает руку сегодня и принимает вместе с хлебом и вином дар божественной жизни и сил жить согласно этой новой жизни. Принимая причастие последний раз, я об этом задумался больше и больше. Я задумался об этом в простейшем смысле. О том, что принимая хлеб и вино, мы принимаем Божий план для нашей жизни. Мы как бы говорим, ты это сделал по-своему. И я принимаю это. И я благодарю тебя за это. И я хочу, чтобы было в соответствии с твоей волей. В соответствии с своим планом. Я мою жизнь хочу привести в соответствии с своим планом. Поэтому я принимаю не только хлеб и вино. Я принимаю весь твой план, всю твою волю для меня и моей жизни. Если мы, конечно, просто принимаем хлеб и вино, не принимая Божью волю для нас, если мы не отдаем отчет в том, что мы делаем, тогда мы превращаем вечерю Господню в очередной простой прием пищи. Да, это совсем мало. Это глоток и кусочек, но это всего лишь обычный прием пищи. Если ты не понимаешь, что ты делаешь, если ты не подчиняешь свою жизнь Божьей воле. Друзья, мы хотели бы, чтобы спасение совершилось без креста и смерти. Но другого пути не было и нет. Иисус предлагает нам себя, свое тело и свою кровь, свою жизнь. И в событии вечери Господней мы слушаем Иисуса и мы послушно исполняем то, что Он говорит. Я хочу напомнить сегодня текст из самого короткого Евангелия, которое вы можете найти в Новом Завете. Это Евангелие от Марка. Здесь мы видим, что принимая хлеб и вино из рук учителя, первые ученики принимали Божий план спасения и соглашались следовать этому плану. Здесь Иисус не просто разделяет пищу. Он открывает им, что будет. Он говорит, я отдаю себя самого. И они раньше спорили, и до сих пор они внутренне не понимают, как это может быть. Но принимая, они соглашаются с этим планом. Они ели, пили, скрепляя тем самым свои отношения и празднуя спасение, которое совершается так, как Господь задумал. И когда они ели, Иисус, взяв хлеб, благословил, приломил, дал им и сказал, примите, ешьте, это есть тело Мое. И, взяв чашу, благодарив, подал им и пили из нее все. И сказал им, это есть кровь Моего Нового Завета, за многих изливаемая. Иисус дал и сказал, примите, примите, возьмите, вкушайте, я вам даю, вы примите. И протягивая руку, ученики тем самым соглашались, что у них нет ничего, что они могут дать. Они принимают от Бога, они принимают от Иисуса, Его план, Его новую жизнь. Подобно первым ученикам мы слышим сегодня во время вечери Господней приглашение. Примите, ешьте и пейте. Это предложение Божие. Оно звучит на протяжении веков. Что это значит? Два простых смысла хочу предложить сегодня для нашего напоминания и назидания. Во-первых, это означает, что принимая участие в вечере, мы принимаем Божий план спасения. Спасение не могло совершиться иначе. Другого плана просто-напросто не было. И мы, принимая дары от Бога, с Божьего стола благодати, мы соглашаемся с тем, что это был лучший план и единственный план для нашей жизни. И мы принимаем не просто кивком головы. Знаете, принятие – это не просто кивок головы, как бы интеллектуальное согласие с тем, что «Ну да, хорошо, пусть будет так». Ты говоришь, пусть будет так. Нет, это послушное исполнение всех данных, инструкций для вечери и для всей нашей жизни. То есть, когда я принимаю этот дар новой жизни, я теперь обязан жить в соответствии с этим. Я принимаю все инструкции, которые дает мой учитель и господин. Большинство людей не знают Христа и новой жизни в нем. По одной простой причине – они не принимают Божий план спасения на Божьих условиях. Многие люди в этом мире хотели бы иметь жизнь вечную. Они хотели бы иметь Божью защиту. Они хотели бы иметь Божие благословения в своей жизни, но на своих условиях. Так вот, Господь нам напоминает, что есть только один путь, есть единственный план. Многие люди хотели бы принять корону, но не терновый венец. Многие люди хотели бы вкушать яства земные, но не простой хлеб и терпкое вино. Многие люди хотели бы принять сильного царя, но не распятого мессию. Друзья мои, мы знаем с вами, что другого пути нет. Божественная жизнь доступна только так. И не принимая ее на Божьих условиях, мы упускаем свой шанс. Понятно, что каждый из нас может найти себе хлеб и вино где угодно, но только в церковной общине, собранной вокруг Христа, символы соединяют нас с духовной реальностью и вводят нас в Божье присутствие, открывают нам источники силы. И в церкви время от времени вечера Господня повторяется и становится нашей регулярной практикой, напоминающей о чем? О нашей зависимости от Бога. Эта практика напоминает нам, что нам нужно протягивать руку, а протягивая руку, мы становимся в позу зависимости от Бога. У меня ничего нет, потому что если бы у меня было, я бы не протягивал руку, но у меня нет ничего. Я пытался управлять своей жизнью, это было безуспешно. У меня нет никакого плана. Я не хочу жить по своему собственному плану, поэтому я принимаю план, я протягиваю руку за даром божественной жизни во Христе Иисусе. И сегодня мы, верующие люди, будем участвовать в этой заповеди. И когда ты, мой друг, будешь протягивать руку за хлебом и вином, скажи Господу, я принимаю Твой план, Твою волю в вопросах спасения. Я знаю, что по-другому вечная жизнь недоступна, только так. Поэтому я принимаю от Тебя ее. Я благодарю, я принимаю. Я становлюсь в позу зависимости, послушания и благодарения. Я зависим от Господа. И даже после того, когда однажды ты, мой друг, принял спасение от Господа, это не развязывает тебе руки, жить как хочешь, как будто ты уже принял, и тебе больше ничего не нужно. Вечеря Господня становится регулярной практикой, которая утверждает нас в постоянной зависимости от Бога. Поэтому раз в месяц мы собираемся для того, чтобы таким образом, видимым образом, конкретным, осязаемым образом напомнить о том, где наша жизнь, в ком наше спасение, с чьего стола мы питаемся, благодаря кому мы живем и к кому мы протягиваем руки. Друг мой, не ищи в этом мире того, что ты можешь получить только во Христе. В этом мире ничего этого нет. Не протягивай руки к тем людям, к тем услугам, которые обманут тебя. Есть только один план, это Божий план спасения. Есть только один стол благодати. Поэтому протягивай руку, принимай свою зависимость от Бога. Есть аналог вечери Господней в Ветхом Завете. Это манна. Помните, в пустыне люди не имели, что кушать, и они протягивали руки к Богу, ожидая помощи. Я не знаю, чувствовал ли ты это в своей жизни или нет. Когда у тебя нет ничего, когда твои руки пустые и карманы пустые, и дома у тебя пусто. Ты пустой. Тебе нужна помощь извне, и ты протягиваешь руку к Богу. Так вот, в пустыне у них не было буквально ничего. И Бог посылал свой хлеб с неба, и тогда они собирали. Как они собирали? Они открывали руку, показывая, что она пуста, в ней нет ничего. И тогда они этими руками собирали манну, принимая от Бога то, что Он давал с неба. Еще раз, у них не было ничего. Они принимали от Бога. И в то же время, здесь есть страшная история, которую я хочу напомнить. Казалось бы, так чудесно. Тебе дают то, что ты не растил, то, что ты не покупал, то, что ты не заслужил. Просто с неба, каждый день тебе дает Господь пищу. И тем не менее, мы находим в книге числа, в 11 главе, страшную историю о том, как народ начал роптать и раздражаться тем, что Бог давал. Почему? Потому что у народа было свое представление, как это должно быть. Их испортила жизнь в Египте, в рабстве. Они почему-то запомнили только самое приятное. Они запомнили меню, как их там кормили, как их там били, как их там убивали, как над ним издевались. Они не помнили. Но они помнили, как там вкусно можно было покушать. Наверное, не всегда. Иногда. Может быть, даже раз в жизни такое полное меню они могли где-то найти. Когда их хозяева позволяли этому случиться. Может быть, в особый какой-то праздник. И тем не менее, народ начал роптать и раздражаться тем, что давал им Бог в пустыне. Давайте посмотрим на этот отрывок. «Пришельцы стали обнаруживать прихоти, а с ними и сыны Израилевы сидели и плакали». Представьте себе, они плакали, потому что это слишком простая пища. Нам нужно больше, лучше, интереснее. И они говорили, кто накормит нас мясом? То есть они знали лучше, чем Бог, что им нужно. Они хотели по-своему питаться, по-своему справляться с трудностями. «Мы помним рыбу, говорили они, которую в Египте мы ели даром. Огурцы и дыни, и лук, и репчатый лук, и чеснок. А ныне душа наша изнывает. Ничего нет! Только манна в глазах наших. Ничего нет! Мы голодные, мы несчастные. Сколько можно издеваться над нами? В Египте над нами не издевались, у нас все было хорошо. Мир такой вообще прекрасный, рабство такое счастливое. А здесь, в пустыне, Господь нас кормит одной манной. Манна же была подобна кориандровому семени, видом, как вдалах. Народ ходил и собирал ее, и молол в жерновах, и летал в ступе, и варил в котле, и делал из нее лепешки. Вкус ее был подобен вкусу лепешек с елеем. И когда роса сходила на ста, ночью тогда сходила на него и манна. И Моисей услышал все это, было ему неприятно, ему было тяжело. И гнев Господа воспламенился. И прискорбно было для Моисея видеть все это. Эта история хорошо показывает нам, нас самих, вместо принятия Божьего плана, в данном случае Божьего меню для принятия в пустыне, для питания в пустыне, небесные пищи нам во спасение, мы, люди, спорим с Богом и требуем более привычных, земных, давайте скажем прямо, языческих способов удовлетворить свои нужды. Посмотрите, пришельцы начали народ будоражить. Они начали говорить, «Ха, вот это вы кушаете? Вот это все, что ваш Бог может вам дать, слишком просто. Ведь можно же богаче, можно же вкуснее». Друзья мои, мы требуем от Бога привычных, земных, языческих способов удовлетворить наши нужды. И что происходит? Гнев Божий воспламеняется, и мы разрушаем свою жизнь таким образом. Так делали не только люди в пустыне, так делали и ученики Христа. Помните, что они говорили Иисусу? Они говорили, «Только не смерть, только не крест. Ты хочешь таким образом принести спасение? Ты хочешь, чтобы твое царство наступило вот таким путем?» Не пойдет. Так нельзя. Господь, что ты с собой делаешь? А с нами что ты делаешь? Только не этот путь. Так делаем и мы сегодня. Нет, не так больно, не так трудно, не через такое смирение, не через такое сокрушение, не через эти жернова, Господь. Больно мне. Остановись, что ты делаешь со мной. Давай какой-то другой план. Давай как-то иначе. Не так принципиально, не так строго. Пожалуйста. Народ в пустыне едва не погиб по причине своего ропота. Отвергая манну, люди отвергали Бога. Теперь Христос стал небесным хлебом для нас и отвергающий Христа небесный хлеб во Христе отвергает Божье спасение. Подумай о том. Отвергая сегодня Божий план спасения, ты отвергаешь самого Бога. Отвергая Христа, не принимая с протянутой рукой в этой позе зависимости, то, что Бог во Христе дает тебе, ты остаешься без спасения, ты вызываешь на себя гнев. У меня вопрос, каким должно быть принятие Божьего плана спасения, Божьего дара, Божьей воли в вопросе нашего спасения. Я хочу сказать три слова. Оно должно быть послушным, благодарным и целостным. Подумайте об этом. Послушным, благодарным и целостным. Что означает послушным? Это означает, что мы не обсуждаем Божий план и не спорим с ним. Мы не говорим, давай еще об этом подумаем. Мне нужно чуть больше времени. Могу я позже перезвонить? Нет. Послушное принятие Божьего плана означает, что ты не обсуждаешь, но ты принимаешь и исполняешь. Ты не споришь с Богом. Друзья, не гневите Бога. Принимайте это как единственный и лучший план без обсуждения и спора. Благодарное принятие. Это означает, что мы получаем спасение из рук Господа, как незаслуженный дар. Осознавая, что мы не заслужили, мы не спасли себя, мы берем то, что нам дают. Благодарно. Это означает, мы принимаем то, что нам дают, усматривая в этом единственный шанс. Другого нет. И целостное принятие. Это означает, что мы принимаем без отбора и вырезок. Вот это беру, а это не беру. Ой, дают нам сегодня, мы говорили, что мы голодные. Нам дают сегодня мясо и картошку. Мы берем мясо, а картошку и говорим, нет, это не надо. Это слишком просто, это слишком дешево. Можно мне еще мясо? Можно мне двойную порцию мяса? Помните, народ в пустыне любил мясо. Можно нам не манны, а только мясо и побольше. Можно ящик стейков нам. хороших. Мы таким образом грешим, мы принимаем то, что нам нравится и отказываемся от того, что вносит в нашу жизнь определенный порядок, дисциплину, учит нас определенному правилу. Мы говорим, это нравится, а это нет. Мы капризничаем, как маленькие дети. Мы спорим о том, что делать дальше, как это понимать. Целостное принятие Божьего плана это когда мы принимаем все. Господь, Ты скажешь мне, что потом делать. Я буду послушным Тебе и буду благодарным, что бы ни случилось. Я никогда не буду перебирать, я никогда не буду выбирать, я никогда не буду обсуждать Твой план. Я принимаю его в послушании, с благодарностью и целостным принятием. Это подводит нас ко второму уроку. Мы принимая Вечерю Господню, принимаем не только Божий план относительно спасения, мы принимаем Божью волю относительно всей нашей жизни. Так хотелось бы нам, правда, принять от Бога спасение и жить дальше, как нам хочется, как нам удобно. Поэтому я хочу сказать вторую мысль, второй урок. Вечеря – это послушное принятие и исполнение Божьей воли для всей нашей жизни. не только в вопросе вечного спасения, но и в вопросах повседневных, земных, практических, рутинных, скучных, неприятных. Ты принял от Бога Божье спасение, ты протянул руку и принял. Положил себе в карман, спрятал у себя дома в каком-то сейфе или сундуке. Я спасен. Возникает вопрос, а что дальше? Ты спасен, что дальше? Как твоя жизнь должна измениться? Как ты должен жить теперь? Могу жить как раньше? Знаю, что у меня решен вопрос вечной участи. Знаю, что я попаду в рай. Могу ли я теперь жить на земле как попало? Знаю, что там у меня есть место. Могу ли я жить на земле теперь как попало? Нет. Еще раз, никак. Нет. Я спасен от смерти, чтобы жить иначе. Господь дает мне жизнь с избытком уже здесь и сейчас. Я спасен, чтобы жить этой полноценной жизнью, не бездумной, не грешной, не пустой. Я смотрю на многих христиан с большой печалью, потому что я не подвергаю их спасение вопросу. Я вижу, что они приняли от Бога Божье спасение, но они не приняли Божью волю для всей своей жизни. то есть они по Божьей милости, я надеюсь, будут приняты вечные обители, но то, что они делают со своей земной жизнью, это большая печаль и трагедия. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю сейчас. Многие люди говорят, Господь, я верю в Тебя, я благодарю Тебя за спасение, каюсь перед Тобой, но они живут каждый день своей жизни, как бы опровергая это. Они живут без Бога, надеясь, что в конце жизни Он просто примет их. Это страшная трагедия и большая печаль. То, что мы делаем со своей жизнью, не отдавая ее полностью Богу, мы разрушаем ее, мы тратим ее впустую. Еще раз, возможно, в конце твоей жизни Господь примет тебя, знаете, как головешку из огня. Но когда ты посмотришь назад, когда ты посмотришь в свои руки, у тебя ни плодов, ни урожая, жизнь пустая, бессмысленная, потраченная на что. Мне очень хотелось бы, чтобы принимая Божье спасение, мы понимали, что у Господа есть план для всей нашей жизни, для каждого дня, для каждого мгновения. Спасение, в конце концов, это не просто признание факта, что Христос умер за меня, и я теперь никому ничего не должен. Это послушное, благодарное и целостное принятие новой жизни во Христе. Я хочу еще раз это повторить. Ты не можешь принять Божье спасение для вечности и при этом жить, как попало здесь на земле. Ты не можешь принять спасение для жизни там, для жизни после жизни и отвергнуть Божью волю для твоей земной жизни. То есть, я принимаю, Господь, билетик в небесное царство, но я не принимаю твою волю относительно сегодня, завтра и послезавтра, потому что это будет ограничивать меня. Я хочу принять билетик, знать, что он у меня есть и погулять еще здесь во время своей земной жизни. Использовать по максимуму ее для земных, египетских, языческих, вавилонских, американских удовольствий. Пусть Господь сохранит тебя и меня от этого, потому что Божья воля, она охватывает всю нашу жизнь в ее целостности. Божья воля, она касается не только твоей вечной участи, она касается того, как я и ты проводим каждый день, каждый час, каждый миг нашей жизни. Если ты разрушаешь, разоряешь себя, тратишь себя на пустоту, ты приходишь к вечности ни с чем. Жалкий, несчастный человек. Итак, нам нужно сегодня послушное, благодарное и целостное принятие Божьей воли для всей нашей жизни. Как мы живем, как мы работаем, как мы выстраиваем наши приоритеты, и как мы относимся друг к другу, какими словами мы обращаемся, какими эмоциями мы переполнены. Ищи и слушайся сегодня Божьей воли, чтобы не разрушать свою жизнь и не тратить ее понапрасну. Благодари, потому что у тебя нет лучшего плана, потому что Божья воля это самое лучшее для тебя из всех возможных, поэтому принимай и исполняй Божью волю полностью, целиком, не по частям. Друзья, запомните эту простую фразу «все или ничего». Или ты принимаешь Божье господство для своей жизни и спасения целиком и полностью, или ты не принимаешь его вообще, потому что если Господь для тебя Господь, то Он желает привести всю твою жизнь в порядок, а не какие-то ее отдельные части. У меня вопрос для тебя сегодня. Принял ли ты Божью волю для своей жизни, или ты все еще споришь? Или может быть ты что-то принимаешь, а с чем-то не согласен? А в этом я против, а здесь у меня есть свое особое мнение. Кому интересно твое мнение? Ты серьезно считаешь, что твое мнение что-то значит? Ты серьезно думаешь, что твое мнение что-то значит? Что ты можешь помочь себе? Я надеюсь, ты понимаешь, что нет. Поэтому прими Божью волю целиком и полностью, без обсуждения и споров. У меня вопрос, принимаешь ли ты новую жизнь, которую не ты придумал и не ты заслужил, но которую предлагает тебе Бог, как царь, дающий тебе дар во Христе? Готов ли ты наконец сдаться в своих вопросах и претензиях и просто принять то, что Бог давно тебе предлагает? Я хочу помолиться с вами сегодня в завершении особой молитвой. Но я хочу спросить тебя сегодня, готов ли ты наконец сдаться? Самая короткая молитва, которой я последнее время молюсь, эта молитва принадлежит уже истории, но вы знаете, в истории очень много хороших молитв, проверенных временем. Наши предки веры, наши отцы и праотцы веры нашли хороший способ обращаться к Богу. И вот одна из таких коротких молитв говорит так «Jesus, I surrender to you. Take care of everything». То есть, Иисус, я сдаюсь, я подчиняюсь, позаботься обо всем. Вам нравится? Я сдаюсь, потому что я не могу позаботиться реально ни о чем. Не только о своем спасении, я не могу даже о повседневной жизни позаботиться. Я не могу свой характер изменить. Я не могу свои уста закрыть, когда слова вылетают. Я не могу свои руки успокоить, когда они иногда сжимаются. Я не могу ногам стоять стоп, когда они в суете, в переживании куда-то тащат меня, заставляют бежать. Я не могу управлять своей жизнью. Господь, я сдаюсь. У меня нет плана для моей жизни. Это я говорю от своего имени, как Михаил. Я принимаю Божий план как единственный возможный и в то же время как самый лучший план для моей жизни. Иисус, я сдаюсь, я подчиняюсь. Позаботься обо всем. Я не говорю, Господь, позаботься только моей вечной душе, потому что я нуждаюсь в том, чтобы Он позаботился о каждом дне моей жизни, о моей семье, о моих доходах, о моей церкви, о моем здоровье, о моей родной стране Украине, которая истекает кровью, о стране моего проживания в Соединенных Штатах Америки, которая стоит на пороге гражданского конфликта. Сохрани Господь. Я не могу ничего сделать, поэтому я говорю, Иисус, я сдаюсь. Тебе сдаюсь. Я не вообще сдаюсь на милость мира или темных сил, или зла, или несправедливости. Нет, я сдаюсь перед Иисусом, подчиняясь Его воле. Я говорю, Иисус, возьми ты в свои руки, штурвал, руль моей жизни и даже мой микрофон. И ты говори, управляй, направляй, командуй. Я сдаюсь. Я ничего в этой жизни не могу. Скажи сегодня Господу о том, что ты принимаешь не только Его спасение, но Его господство, Его руководство и главенство в своей жизни. Кстати, теперь уже не твоей, не моей, не в своей, а в Его жизни. Потому что ты же отдал свою жизнь Ему. Теперь это не твоя, теперь это Его. Поэтому позволь ему управлять Твоей, а точнее уже Его жизнью. Господь, принимай участие в вечере. Я исполняю Твою заповедь. Ты можешь это сказать сегодня? И принимаю хлеб и вино от Тебя. Я подхожу к столу Твоей благодати, чтобы напитаться Тобой. Господь, принимая хлеб и вино, я принимаю спасение и новую жизнь в Тебе, чтобы жить по Твоей воле уже здесь и сейчас, предвкушая небо, дыша вечностью уже здесь на земле. Господь, я принимаю Твою волю и в вопросах спасения моей бессмертной души, и в вопросах практической земной жизни. Пусть каждое мое решение будет Твоим решением. Пусть каждое Твое решение будет моим решением. Пусть каждый шаг, каждое слово, каждое чувство будут подчинены Твоей воле. Пусть вся моя жизнь будет новой, пусть она будет Твоей. Друзья, помолимся такой молитвой сегодня Господу, хорошо? И протягивая руку, скажем, Господь, я принимаю. Я обращаюсь сегодня к тем людям, которые еще не сказали, Господь, я нуждаюсь в Твоем спасении, которые продолжают петь глупую и страшную песню, все идет по плану, подразумевая, что у них есть план и они продолжают контролировать свою жизнь. Заканчивай петь эти песни, заканчивай жить по своему плану, прими Божию волю для для твоего спасения и для твоей жизни на каждый день и ты увидишь и убедишься, что это самые лучшие планы всех возможных, это единственный, который тебе нужен. Поэтому, когда сегодня Господь будет касаться тебя и ты будешь видеть, как люди рядом с тобой протягивают руку, потому что они члены семьи Христовой, спроси себя, может быть, наступил момент и для меня стать одним из них и принять из рук Христа эту новую жизнь, чтобы жить по Его воле и никогда не жалеть ни об одном прожитом дне этой жизни и быть с Ним в вечности, в счастливой вечности. Аминь. Помолимся.